Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы будем делать коррекцию ноготочков, но не моих, потому что у меня всё держится просто вау. Но, если честно, немножко вот этот новогодний принт мне поднадоел, но в ближайшее время тоже буду себе делать коррекцию. Но сегодня в срочном порядке нужно делать маме, потому что мама приехала из деревни, и у неё дела очень-очень плачевные, особенно на правой руке. Пожалуйста, не пугайтесь, не будьте шокированы, обязательно это нужно всё дело менять. И весь процесс я собираюсь показать вам. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь вместе со мной. Сначала обязательно нужно организовать рабочее пространство, как всегда. Здесь у меня сохраняется видео. Мы сейчас компьютер уберём и здесь всё организуем прям в гостиной. Пыталась установить свет, вот результат. Сломался. Вот мне, ребят, вдруг стало интересно. Я сломала вот эту посуду и сказала об этом маме. Мама такая, какую именно? Мою любимую? Теперь останется всего лишь одна. Их было две. Можно было ставить на стол, как это произошло, как это могло произойти. А когда мама ломает посуду, что-то у неё из рук выпадает или... Ну, любое. Она сразу говорит, это на счастье. Вот у вас тоже так? Пишите в комментариях. Кстати, вчера в истории хотела вам показать, но совсем забыла. Поменяла немножко организацию на своих полочках. И вот гейлайки у меня теперь расположены вот так вот. Их хорошо видно, смотрится красиво. Но эти мы сегодня использовать не будем. Вот эти цвета от блюзка мне вообще не нравятся. А внизу у нас здесь парфюмерия и вот такой вот медвежонок. В работе сегодня мы будем использовать вот эти вот гель-краски от камень. Я взяла все, чтобы мама могла спокойно выбрать себе оттенок, который ей нравится. Лампа у нас уже в рабочем состоянии, как вы видите. Мне она очень нравится. Прям никогда не подводит. Хорошо работает, как часы. Ещё у меня есть вот такой вот контейнер. И здесь лежат все дизайны, всякие вот эти вот принадлежности. Его тоже я кладу рядышком, чтобы не бегать. База, топ, всё-всё-всё здесь. Так, принесла фрезу, потому что мы будем делать коррекцию. Нужно снять старое покрытие, хотя на правой руке оно почти снялось. Да, маме? Вот, но всё же. Не пугаемся слабонервным, не смотреть. Вот такой вот у нас результат. Мам, скажи честно, что ты делала? Ну, честно говоря, я вот берегла, но стоило один час работать мне в огороде без перчаток. Вот такой результат. Причём на правой руке у мамы здесь. Мы сейчас будем донарасивать, чтобы они все были одинакового размера. Смотрите, вот у меня всё держится. Хотя я мамыла посуду, драила полы, там комит, все дела. У мамы, у мамы и лак всегда очень быстро скалывался. Сейчас будем всё это дело исправлять. Уже сняли мы покрытие. Видели бы вы, с каким лицом мама сидела. Почему, мам, ты ненавидишь этот процесс? Мне неприятно. Я лично с удовольствием снимаю покрытие для себя. Раздражает меня это. Маму жутко раздражает, особенно вот эти два пальца больших. Это вообще прям борьба у нас стоит здесь. Установили мы формы. Этот ногт уже нарастерем, правда немножко бугристый, но мы будем делать опил. И сейчас здесь делаем то же самое, что все ногти были одинаковой длины. Плюс здесь мамочка сломала, да, маму или маме больно. Поэтому вот такая вот защита. Здесь я уже сделала опил. Сделали наращивание. Сейчас будем наносить базу. Здесь укрепление на двух ногтях. Базу мы будем использовать от Blue Sky. Вот так вот она выглядит. Ну все, базу мы нанесли. Посмотрите, какие идеальные блики у нас здесь уже. Как тебе, мамулечка? Осталось теперь выбрать цвет. Да. Мамочка, выбирай. Это сложно. В этот раз было что-то светлое, а можно взять какой-то темный оттенок. Это, может, откроем, посмотрим. Это тоже светлое, что-то наподобие того, что у тебя было. Можете черное сделаем, маму. Нет, ничего, мне не надо. Или можно какой-то фиолетовый нежный сделать. Вот этот, кстати, цвет. Я после того, как его купила, ни разу никому не делала. Давай попробуем. Представляете? У меня, кстати, такой есть и в Blue Sky. Короче, мама остановилась на вот таком вот нежном фиолетовом цвете. Я думаю, что будет классно. С цветом мы уже разобрались. Мне он лично очень нравится. Маме не очень понравился после нанесения, после того, как мы все это дело высушили. Но я думаю, что дальше будет дизайн и все будет еще краше. Еще лучше. Ну, мам, красивый цвет. Такой нежный, прям нежнятина под твою кофточку. Как раз подойдет под все, по мне. Тем более, у тебя уже и синие были, и всякие. Поэтому я думаю, что разнообразие так себе. Принесла сразу куча блестков. Уже определились мы с дизайном. Сейчас будет кое-что очень интересное. Я здесь это разместила, даже вытащить невозможно. В общем, будут блестки на одном из ноготочков. И будет слайдер на другом. Маму еле уговорила на дизайн, убедила, что будет красиво. Вот эти вот блестки как раз таки они и будут. Перемешаю сейчас топом и нанесу. Вот сейчас никак не могу определиться, какие блестки выбрать. И вот эти вот очень нравятся. Такое розовое золото. И просто блестяще. Эти, наверное, немного не в тему будут. Вот эти два даже не знаю. Маме, какой тебе больше нравится цвет блесток? Эти розовые. Розовые? Угу. На один ноготь я вот так вот нанесла блестки. Немного отсвечивает. Вам не совсем видно. Вот. И на один из ногтей я хочу вот этот вот слайдер. Вот этот. Нанести. Как ты думаешь, мама, на безымянный палец будет слайдер? Попробуем. Уже слайдер готов. Мне кажется, он очень красиво и гармонично здесь смотрится. Вот. Сейчас здесь сбоку тоже будут блестки. Ну все, закончили мы с одной рукой. Посмотрите, какие блики. Здесь получился вот такой вот дизайн. Мне, если честно, очень нравится. Это слайдер, а здесь немного блесток. И вот этот вот нарощенный ноготь. Здесь сверху блестки. И этот просто однотонный. Ну как тебе, мамонечка? Нравится то, что получилось? Цвет неудачный выбрала, а так ничего, нормально. Ну мне, если честно, нравится цвет. Пишите в комментариях, как вам. А дизайн нравится мне. Да, неужели? А, ей нравится. Лучше, чем в прошлый раз. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв по чаечку, а потом продолжим уже со второй рукой. Мы уже закончили первую руку. Теперь небольшой перерывчик. Пьем чай вот с такими вот вкуснятинами. Это, как называлось, не помню. Вообще, это Twix. Очень прикольная штука. Не помните, на мукбанке еще кушала их. Привет. Ешь там. Приятного аппетита. Мамочка весь процесс... Ой. Грызла семечки, которые Чинарочка купила и привезла. Интересные, да, семечки? Они сначала не очень понравились. Ага. Чем дальше... Тем вкуснее. Тем вкуснее. Вот у меня роллы тоже так было. Я первый раз попробовала, мне не понравилось. Второй раз попробовала, не понравилось. Мне все вокруг говорили, что надо раз пять попробовать, чтобы понравиться. А сейчас я с удовольствием прям кушаю. Честно, я думала, что мы ногти прям за час, за полтора сделаем, но оказалось, что нет. Некоторые ногти пришлось укрепить гелем, потом пропилить и все дела. Но самое главное, маму осталось довольна. Так что пьем чай и продолжаем. Так, вот вторую руку мы тоже сделали. Здесь решили без блесток. Вообще, я думаю, что блестки изначально не надо было. Здесь как будто они лишние. Как-то портят все. Мне кажется, эти слайдеры, мам, классно смотрятся. Сначала мне цвет не понравился, а сейчас даже ничего. Да? Да. Я же говорю, красивый цвет. Вот и слайдер, мне кажется, очень. Мама говорит, давай его посередине, но мне кажется, как раз-таки фишка заключается в том, что он вот так вот в стороне. И вот такие вот блики. Посмотрите, как красиво. Да-да-да. Хвали себя. Сама себя не похвалишь, понимаешь, никто не похвалит. Вот так вот. В процессе того, как делали ногти, посмотрите, сколько всего мы нагрызли. Здесь семечки, вот такой вот арахис. Просто обожаю его. На этом все, мои хорошие. В принципе, я закончила. Осталось только убрать, разложить все по местам. Я проголодала. И сейчас буду снимать для вас мукбанг. Вообще, я очень люблю процесс того, как я делаю ногти. Особенно кому-то. Я получаю огромный кайф. Вот. И когда мама остается довольна, мне вдвойне приятно. В этот раз ей очень понравилось. Но я все-таки думаю, что на правой руке вот эти вот стразы, ой, стразы, что я говорю, блестки, это было лишнее. Ну, вот прям точно я так думаю. В ближайшее время собираюсь делать себе. Если вам интересно взглянуть на это, то обязательно пишите в комментариях, не надоела ли вам эта рубрика. Мне иногда кажется, что постоянно одно и то же, и вам немного надоедает. Если это будет так, то дайте мне знать. Для меня это очень важно. На этом все. Всех люблю, целую. С вами Блайка Эмили. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно просто приятно. Я не могу сказать, что я устала, потому что я получаю кайф. Я творчески выражаюсь, так скажем. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok